РБК Региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Совет директоров Уфимского моторостроительного производственного объединения рекомендовал собранию акционеров направить на выплату дивидендов за 2023 год 539 миллионов рублей. Их поделят поровну между всеми обыкновенными акциями, которые будут в обращении на момент закрытия реестра 15 июля 2024 года, говорится в сообщении компании. Дивиденды поступят номинальным держателям до 29 июля иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, до 19 августа, говорится в решении Совета директоров. Выплату должно утвердить общее собрание акционеров. Оно назначено на 28 июня. По данным РБК УФА, УДК ОМПО в обращении находятся 266 миллионов обыкновенных акций. Таким образом, в пересчете на каждую бумагу начислят по 2 рубля. Уточняется, что компания готовит дополнительную эмиссию. 725 миллионов акций. Основным акционером производственного объединения является Государственная объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех. По данным на 2019 год, ОДК принадлежали 87,1% акций УМПО. Башкортостан и Татарстан лидируют по кредитным долгам жителей в Приволжском федеральном округе. На начало апреля в соседнем регионе общий долг по кредитам составил 1 триллион 100 миллиардов рублей. В нашем регионе 1 триллион, сообщил в своем телеграм-канале экономист Рустем Ахунов со ссылкой на данные Банка России Росстата. До 60% приходится на жилищные кредиты, в основном ипотеку. Значение задолженности в двух республиках почти в два раза превышает показатели экономически сильных регионов ПФО. Так, в Нижегородской области и Пермском крае жители должны до 590 миллиардов рублей. Если сравнивать со всей территорией страны, то больше Башкортостана и Татарстана долги в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и сопоставимой в Свердловской области 1 триллион 50 миллиардов рублей. РЖД «Логистика» поможет построить подъездные пути к промпредприятиям особой экономической зоны Алга. О такой возможности заявил генеральный директор компании Дмитрий Мурев. На полях Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере логистического консалдинга и управления цепями поставок. Подписи под документом поставили премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров и Дмитрий Мурев. Предполагается, что на промышленных и сельхозпредприятиях региона будут создаваться проекты по строительству и модернизации железных дорог необщего пользования. Общими усилиями оптимизирует бизнес-процессы, организует внутризаводскую логистику, поставки сырья и вывоз готовой продукции. Соглашение позволит усилить экспортный потенциал региона, в том числе по направлению в Китай. Мы договорились совместно развивать направление перевозок агропродукции производителей Башкирии. Обсудили направление в Китайскую Народную Республику, в Среднюю Азию, а также по коридору Север-Юг. Обсудили в целом всю ту палитру перевозок, которая возможна для предприятий Башкирии в перевозках в Южную Азию, в Персидский залив. И какие возможности для предприятий Башкирии, экспортеров и импортеров открывают коридор. РЖД «Логистика» разработает транспортные решения, скоординирует взаимодействие с администрациями и другими организациями. Правительство Республики, в свою очередь, окажет всю необходимую господдержку, отметил Андрей Назаров. И в продолжении темы ПМФ. Строительная отрасль названа приоритетной во внешнеэкономических связях Молдавии и Башкортостана. Об этом заявил руководитель Молдавско-Российского делового союза, экс-президент Молдавии Игорь Дадон на встрече с Андреем Назаровым. Игорь Дадон поблагодарил премьер-министра за последовательную позицию по вопросу двустороннего сотрудничества. Несмотря на сложные межгосударственные отношения с действующими властями Молдавии, товарооборот между нашей республикой и этой страной растет. Так, в 2023 году взаимный товарооборот составил 3 миллиона 700 тысяч долларов, что на 131 процент выше показателя 2022 года. Экспорт составил 3,5 миллиона долларов, также на 125 процентов выше, чем годом ранее. Мы как оппозиция нынешней власти, которая имеет очень серьезный ресурс на местах, у нас очень много руководителей районов, городов и так далее, мы пытаемся вот этот пробел заполнить двухсторонним сотрудничеством на уровне региона. Поэтому и с вашим регионом у нас есть соглашение на уровне региона, вот мы сегодня обсуждали с премьер-министром Андреем Геннадьевичем эти вопросы. Я думаю, что в ближайшие месяцы делегация из республики Молдова посетит УФУ для того, чтобы уже на месте, на земле поговорить, как мы будем дальше развивать эти отношения. Сейчас Башкортостан экспортирует в Молдавию топливно-энергетические товары, битумные вещества, минеральный воск, каучук, драгметаллы, радиоактивные элементы и изотопы. Импорт в 2023 году включал поставки продовольственных товаров и сырья и составил 100 тысяч долларов. Стоимость посуточной аренды загородных домов в Башкортостане за год подорожал на 13 процентов. При этом в июне по сравнению с маем ставки напротив снизились на 2 процента, подсчитали эксперты ЦИАН-аналитики. Самые дорогие дома предлагаются в посуточную аренду в регионах Дальнего Востока с высокой стоимостью жизни. Например, за 21 тысячу рублей в сутки в Камчатском крае, 19 тысяч в Хабаровском крае, а также в столичном регионе и Новосибирской области. В остальных регионах цены значительно ниже, даже в Краснодарском крае и Крыму они на уровне 8 и 7 тысяч рублей соответственно. В Башкортостане в среднем на спрос и стоимость посуточной аренды домов влияет сезонность, отмечают эксперты. В Башкортостане растет и предложение, поэтому игроки в условиях конкуренции предлагают комплексные услуги, в частности различные варианты досуга. Конечно, меняется клиент. Во-первых, клиент стал более изысканным, так скажем. Более бюджетные варианты, они уже, наверное, отходят, потому что, видимо, людям дорого сейчас. Клиент меняется, да, но мы стараемся под клиента подстраиваться, что-то улучшать постоянно. Но люди любят улучшение, это однозначно. Они уже не готовы идти на какие-то пониженные условия, на безремонтные состояния и так далее. Конечно же, и спрос меняется, и, соответственно, мы стараемся сделать высший уровень. На российском рынке посуточной аренды на дома приходится 5%. Львиная доля остается за квартирами 80%. Больше всего предложение в столичных агломерациях и регионах с большим потоком туристов. Со значительным отрывом лидируют Краснодарский край, Крым и Московская область. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.